Хотела, чтобы у них все сложилось. И очень жаль, что они расстались. Конечно, мне интересно, какая у него девушка, у Стаса. Интересно, кто же она такая? На ком полвыбор его? Жутко интересно, но это будет его маленькая тайна. Любовь должна быть маленькая тайна всегда присутствовать. Тем временем качка на потыльне досмажилась. И хлопец приступает до завершальной стадии приготовления. Давайте, теперь мы сделаем все грамотно, надеюсь. Выкладываем в наш салат. Нам требует ее нарезать на шматочки, правильно? Кусочками. Я здесь постою. Вот, да, это должно быть примерно так. А, кстати, соус, который насыслал на сковородке, мы не выбрасываем, мы польем им утку. Порезанную качку співак выкладает на тарелку аккуратно нарезанными шматочками. До заверши эту страву має салат. А если бы ты вот, она тебе сказала, да, девушка твоей мечты, что бы ты ей спел? Любовь настала так, как утро настает. Она одна во мне и плачет и смеется, и вся планета распахнулась для меня. И эта радость, будто солнце не остынет. Не сможешь ты уйти от этого огня. Не спрячешься, не скроешься, любовь тебя настигнет. Это был солнечный концерт, Стаса, всегда. Да, Стаса, всегда. Хоть это и не я, но я согласна. Ой, это одна из моих любимых песен, то, что он пел. Я знаю все слова этой песни, и поэтому я пела. Эту песню с ним вместе тихонечко попивала. Салат практически готовый. Лишается посыпать все кунжутом, тертым сиром та полити соусом. Стаса, а наши участники мают полностью повторить вашу страву? Або они могут привнести что-то свое? Честно, я ввиду того, что я творческая личность, я за креатив. Поэтому, если вы считаете, что какой-то из продуктов будет подходить больше, чем тот, который я выберу, я буду рад. Главное, чтобы у вас было вкуснее чего. Хорошо? Будь ласка, подходьте и спробуйте страву. Добре запамятовуйте смак, адже вам доведется не лишь приготовить салат, но и добавить к нему что-то своё. Очень вкусный салат, запах, жареный утки, обваживающий. Корочка прожарена так пахла и такая вкусненькая была. Мне очень понравилась эта страва и эта качина грудка. И я себе сразу подумала, от когда до меня прийдуть гости, от я им действительно в такой гарней ресторанной форме подаму эту страву. На то, чтобы приготовить страву для зірки, учасники матимут годину и пять хвилин на отведение Комори. Прямо пошло! Три, два, один. Время вышло. Начинаем готовить. Ну что же, Дарья, вы должны снять ваш чёрный фартук. Жертвы экспериментов. Кто потешит гостя действительно вкусной острою? Слишком пресно. ЧОРНЕ ВУГИЛЛЯ Как за три години приготовить смачный обед для сотни шахтарей? Это два различных продукта, и готовятся они по-різному. Эта страва будет просто неистивной. Дизнайтеся очень скоро. Это наймасштабнейшая кулінарная битва Украины. Мастер-шеф. Наши учасники спостерігали за процессом приготовления страви знаменитого співака Стаса Шурінца. И теперь они имеют годину на то, чтобы приготовить салат с качаною грудкой, смак которого вразить гостя. Три, два, один. Начинаем готовить. Сподіваюсь, наши учасники уважно поставилися до обробки овочей. Дуже важно промывать продукты и готовить только в качественной воде. Адже чистая вода – ключ к здоровой и вкусной ежи. Еда, приготовленная на чистой воде, намного вкуснее обычной. А самое главное – полезнее. Партнер проекта – фильтры для воды «Аквафор». Кулінари не поспешаючи берутся до роботи. Вони впевнені, відведенного часу більш, ніж достатньо, щоб приготувати салат із качкою. А у Даша Мельник намагається не гаяти ані хвилини. Надусе вона хоче повернути добре ставлення та довіру суддів, підірвано своїм попереднім вчинком. Колеги Даша вважають, що дівчина симулювала хворобу, щоб уникнути битви найслабше. Та й члени журі після висновку лікарів не надто вірять учасниці. Дашо, я бачу, ви додали до качки цукор. Ну, потому что будет красивая корочка, плюс я всегда во все блюдо чуть-чуть сахар добавляю, так и в выпечку добавляю чуть-чуть соли. Я сподіваюся, ви нарешті приготуваєте дійсно смачну страву. Не забувайте, на вас чорний фарту. Даша добре знає, у страві Стаса Шурінса не було цукру. Втім, не лише вона сьогодні експериментує. Володимир Татаренко вирішив чинити ще більш зухвало. Він замаринував качку у суміші з кількох соусів. Володимире, ви робите до качки якийсь незвичний маринад. Да, решил замаринувати его сначала, чтобы мясо пропиталось полностью. А потом при жарке его еще добавить, так оно будет более сочным. О, ворчестер-сос. И немного бальзамика. Я думаю, что придаст такой утке пикантности немного такое неплохое. Володимире, включайте логику. Бальзамичный оцин очень концентрованный. А вы его поедуете с ворчестерским соусом, до складу которого тоже входит оцин. Ваша качка выйдет не лишь кислою, еще и сухою. Попри попереджение Ектора, Володимир не поспешает виправлять помилку. Его эксперимент может обернуться катастрофой. Но парень так и не сам. У вас там кабачок? Я хотела сделать колодец такой, это его внутрь положить. Выражаете, кабачок тут будет доречным? Да. Почему вы кожицу не убрали? Это будет горечь. Нет, вот это вы выдавливаете. Зачем? Я хочу сделать соус еще. Я понимаю, но вот эта цедра апельсина, она даст неприятную горечь. Это нужно чистить. Хорошо, я понимаю. Вы не слышите меня? Что у вас? Собственно, рецепт я менять не буду. Сутка я проделаю все те же операции, которые вы. Единственное, что мне в заправке я добавлю чуть-чуть базилика, и мне не хватало чуть-чуть остроты. Я добавлю чили. О, чили. Гадаю, это добра идея. Игорь, хоть вы меня порадуете чем-то? Постараюсь. Что вы сейчас делаете? Хочу поджарить конжут. Наконец-то. Я вижу первого человека, который делает мне приятно. Но тут нужно тоже не переборщить. Нужно, чтобы это была золотистая корочка. Людмило, ваша качка пригорела. Подивіться, у неї чорна шкіра. Вам треба негайно ее сняти, иначе м'ясом будет гірким. Я поняла. С помощью других участников Светлана Шептуха почувається цілком впевнена. Останні кілька конкурсів дівчина была серед найкращих. И, схоже, тепер она не стільки міркує про свою страву, скільки про її автора. Что, Светочка? Нравится? Мать, что я сейчас сделаю? Что? Став, можно попросить у вас автограф? О, да! Конечно. Света всегда подготовлена. Я даже где-то вот середнь. Света, а у вас большая же коллекция автографов? Ну, средненькая. Средненькая? Да. Какие там есть экзотические автографы? Ваш. Экзотический. Там есть очень-очень дорогой автограф. Вы уже пытались его загнать? Нет, у меня, наоборот, его все купить хотят. О, и сколько предлагают? Нет, это очень дорогой стоит. Немного, да? Недорого. Спасибо большое. Час, відведенный для змагания, добігає кінця. Але Світлана спокійна. Вона все устигає. Чого не скажешь про інших учасників. Володя Татаренко надто пізно скористався порадою Ектора. Він втратив багато часу, намагаючись позбавити качку займою кислоти. И теперь элементарно не встигає її нарізати. А считали последние секунды, я быстро добавил салат утки, хочу соусом пилить, не успеваю. Была паніка. Игорь Місевич довго тушив пересушену качку у воді, и теперь також не вкладається у час. В последний момент, когда начинает складывать, все хочется, чтобы это было горячим, чтобы оно было свежим. Ты уже бачишь, что ты не успеваешь, и они начинают отщитываться. А у Таня Тарасенко, яка захопилась выготовлением мережева сиру, теперь не имеет часу, чтобы просто снять его с паперу. Пять, четыре, три, два, один. Отойдите от своих столов. Ну что, мы попробовали ваше блюдо и хотели бы пригласить... Дашу Мельник. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Богдана Шевлюгу. АПЛОДИСМЕНТЫ И Анну Тарасенко. АПЛОДИСМЕНТЫ Пожалуйста, Анна. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вы соусов не полили утку? Не успели? А я помню, вы еще делали кружевое из сыра. Я их не успела отделить от пергамента, к сожалению. Очень жаль. Спасибо. Богдан. Вы поливали соусом утку? Нет, я не поливал, но я перед тем, как положить на тарелку, промокнул каждый кусочек в соусе и положил на тарелку. Мне кажется, что чего-то не хватает мне в утке. Слишком пресно. Я сделал ошибку, что я не полил сверху соусом утку. Но из-за того, что я забыл, мне не хватило времени, я преднамеренно не положил, потому что я ее нарезал и потом каждый кусочек обмакнул обильно в этот соус. А мне кажется, надо было полить сверху. Порфавор. Не дается она мне. Мне нравится ваше блюдо. Очень похоже на оригинал. Как мне кажется. Я утку мариновала в таком же маринаде, как сделал это Стас, только единственное добавила чуть-чуть сахара, чтобы она стала более сочной. Это придает такую пикантность. Ну что ж, Стасик, теперь настал для тебя волнительный момент. Тебе нужно выбрать лучший салат. Да, в первую очередь хочу благодарить всех, потому что в каждом из салатов я нашел что-то особенное для себя. Но, к сожалению, таковы правила, что выигрывает, наверное, лучший. На мой взгляд, сегодня лучший салат получился у Дарьи. Ну я вообще, честно говоря, растаяла. Это было приятно, потому что вот так первый раз хвалят мое блюдо. И гость, который приходит, я очень хотела и ждала этого долго. Чего-чего, но такого ожидать, что Даша будет стоять в черном фартухе и станет самым лучшим блюдом, я даже представить себе приблизительно не мог. Дашина перемога и справді сюрприз. Адже девчина в черном фартухе. Втім, что вырешить судді? Невже Даша не брат ему участие в битве наиславших? Ну что же, Дарья, благодаря нашему гостю, благодаря тому, что ваш салат ему понравился больше всех, вы должны снять ваш черный фартук. Но этого не произойдет, потому что вы пропустили очень важный и ответственный конкурс по причине вашей болезни. А решение суддів лишается незмінным. Абы підбадерити Дашу, Стас вирішує зробити ей власный подарунок. И у него правда нереально классный голос. Это вот очень приятно слушать, когда просто все фибры души успокаиваются. Это вот оно прям проходит по всем кончикам, аж до кончиков пальцев ног доходит его голос. Краще стравы убрано. И нашему гостю час прощатися с участниками. Я начало пожелать всем участникам терпения, выдержки и внимательности. И самое главное.